Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru Масла первой конвейерной заливки в России. Мы буквально на днях снимали видео про масла первой конвейерной заливки в Японии, США, в Европе, Toyota, Nissan, Honda, Mazda. Сегодня мы рассматриваем именно отдельно российские оригинальные масла. Даже сама фраза, как-то звучит странно, оригинальные российские масла, с ними никто не сталкивался, как правило, они вообще не популярны, абсолютно не продаются в рознице. После гарантийного обслуживания, когда люди сходят, они их не требуют, не ищут, и поэтому они вообще не востребованы. Хотя они есть, есть оригинальные масла LADA, есть оригинальные масла GAS, вы если введете в поиске в Google, то у вас наверняка выйдут известные вам канистры, внешне похожие очень сильно на Лукоил, на Роснефть, как правило. Конечно, они существуют, но у нас эта практика и, в принципе, сама по себе тема оригинальных OEM масел, которые бы продавались после гарантийного обслуживания на автомаркете, она вообще не развита абсолютно. Связано это, может быть, с тем, что, ну, люди как-то более доверяли иностранным производителям, что ли, не знаю, может с этим связано. Я сделал специальный опрос, на ютубе разместил, это было на той неделе, в общем, я задал вопрос своим подписчикам, ответило более полутора тысяч человек, а сейчас наверняка ответят уже две примерно к концу этого дня. Вы когда-нибудь покупали новый российский автомобиль? Если да, то оставили ли масло первой заливки или сразу же поменяли на масло, которое было залито на конвейере, на другое? То есть, продолжили вы ездить на масло, которое было залито с конвейера, либо поменяли на что-либо другое? 63% ответили, что поменял при первой, заменил на другое. 8% ответили, что поменяли, как только закончилась гарантия, но это понятно, потому что дилеры пугаются, и, как правило, свой вариант предложили, 14%, почитайте комментарии, размещу ссылочку на этот опрос в описании, там, в общем-то, ольвиная доля все-таки говорит о том, что поменял на другое масло. И только 15% продолжили ездить на том же самом бренде, что у них было залито с завода, то есть, подавляющее, подавляющее большинство людей поменяли продукцию на что-либо другое с того, что у них было залито на заводе. Я не исключение, я тоже был владельцем практически всей линейки автоваза, у меня было, начиная с копейки, все заканчивая там двенашкой, ну, когда это, вот, двенашку единственную новую покупал когда-то в свое время. Вот, и то я всегда менял на иностранные масла, и, по-моему, даже вообще ни разу не ездил на чем-то российском, может быть, на Луку или, как раз, сто лет назад. В общем, ситуация такая, люди отвечают именно таким образом. Львиная доля, подавляющее большинство людей, меняет на другие бренды. Просто подавляющее большинство людей, и очень маленькое количество остается ездить на том же самом бренде, что было залито с завода. Тема эта очень закрытая, на самом деле, концерны российские, не любят об этом афишировать это, не любят это обсуждать в СМИ, выбрасывают очень редко информацию по этому поводу, но вопросы отвечают неохотно. Эта ситуация, она такая типичная для всех стран, не только для России, все концерны абсолютно попробуйте у Тойоты спросить, ну, реально, на самом деле спросить, какие-то вопросы задавать технические, именно, к отделу технической поддержки. Да вам хрен кто ответит, на самом деле, они будут сто лет отвечать, и европейцы тоже самое. То есть, как бы, они отвечают, конечно, да, у них это принято, общение и обратная связь, но это все так абстрактно отвечается, расплывчато. И Россия, не исключение, это все тоже покрыто тайной мраком, потому что это деньги, это большие деньги, контракты, поэтому борьба там очень большая происходит. У нас, как правило, этим занимается либо Роснефть, либо Лукоил. Газпром как-то от этого абстрагировался, ну, хотя они тоже поставляют, конечно же, естественно, что-то, само собой разумеется, все это Грозная Тройка, но, как бы, в основном это Роснефть и Лукоил. Ну, люди ответили сами за себя, то есть, как бы, в принципе, я с ними солидарен, да, основная масса покупает все-таки другие. И масла я меняю в дальнейшем. Оригинальные масла в России практически нигде не продаются. Они есть в интернете, да, но они настолько не востребованы. Вот реально, мы занимаемся продажами масел оригинальных, японских, европейских, американских, уже 17 лет. 17 лет занимаемся продажей оригинальных масел. И за все это время у нас в ассортименте были, блин, ну, не знаю, там, 3-4 позиции какого-то оригинального продукта по запросу от наших клиентов. Хотя у нас огромное количество клиентов, у нас только в Роснеце 800 примерно магазинов, с кем мы работаем постоянно. Магазинов из 100. Вот, и нет никаких запросов от этих клиентов на оригинальные российские масла. Но, к сожалению, такая ситуация. Вот, она отличается очень сильно от того, что мы увидим с вами в Японии, например, в Штатах или в Германии. В этих странах везде практически продаются оригинальные масла уже на автомаркете. Не дилерские центры, а именно мы говорим про автомаркет уже после гарантийного обслуживания. Это нормальное, абсолютное явление. Вопрос очень еще обсуждался, важный на предыдущем нашем видео. Люди многие ошибаются, ассоциируя завод с брендом. И говорят о том, что зачем покупать оригинальное масло, да. Например, то же самое, грубо говоря, там, Toyota. Хотя можно купить Exxon Mobil, который производит для Toyota в Европе. Или то же самое, например, там, ну, грубо говоря, Total, который производит там для Nissan. Ошибка одна и та же. Завод не равно бренду. Total и Nissan – это не одно и то же масло абсолютно. У Nissan есть свои требования, свои ресурсные испытания, которые они проводят на ДВС и так далее. У них есть свои рецептуры, которые они требуют, под которые делает, вернее, завод Total, к примеру. Требования у производителей, автомобильных производителей, автозаводов, вернее, они отличаются от того, что требуется для широкого спектра покупателей, которые покупают просто обычные розничные продукты. Поэтому продукты эти разные. Разные абсолютно продукты, 100%. Во многих случаях есть у производителей нефтепродуктов те продукты, те масла, которые они делают для автопроизводителей, которых нет в их общем ассортименте. Особенно с «Лукуэлла» были связаны очень много ситуаций. «Лукуэлла» в свое время же делала для ВАГовской группы кое-что там делала для Мерседеса, пока фрукс не достроили. И у людей была стойкая ассоциация, что «дафига я буду покупать бешеные по стоимости продукцию ВАГа, когда я куплю «Лукуэллский» продукт то же самое». Нифига не то же самое, абсолютно разные два продукта абсолютно были. У «Лукуэлла» не было такого продукта, который бы соответствовал тому, что делал для ВАГа он. Потому что для ВАГа были свои особенные рецептуры, свои требования, свои характеристики. Это не одно и то же. Ну и все. В общем, разобрали. Как бы оригинальные масла у нас не прижились в России. Это факт, подтвержденный временем и нашим собственным опытом. Надеюсь, это видео стало для вас интересным, полезным. Пишите в комментариях свои идеи по этому поводу. Кто об этом что думает. Если кто-то пользовался оригинальными маслами, то рассказывайте. Российскими имеется в виду. Высказывайте свое мнение. В общем, жду от вас обратной связи. Всем пока.